Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, Леночка. Добрый день. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, все телезрители. Очень рада, что вы к нам пришли. И, возможно, многие, конечно, услышав слово «сколково», и прекрасно понимают, что речь идёт о инновационном городе, цевом центре, что, скорее всего, речь пойдёт о науке. А нет, скажем мы, потому что в большей степени речь пройдёт об искусстве. И именно, Елена, вы поправьте, если я вдруг ошибаюсь, отвечайте как раз за пространство, за, попросту говоря, украшения или арт-объекты, которые появляются периодически и перемещаются в пространстве на территории как раз «сколково», да? Всё верно? Я курирую несколько направлений. Одно из них, как вы правильно заметили, называется «Паблик арт. Искусство в общественных пространствах» и представляет собой скульптуры, арт-объекты, инсталляции в общественных местах. То есть это в парках, в каких-то зонах, где гуляют люди, дети, мамы с колясками, что, кстати, уже есть в «Сколково», потому что это стремительно и позитивно развивающийся настоящий город. С улицами, с переходами. Да, там же целые квартиры, дома, всё это есть, даже жилые помещения, скажем так. Ну и, Елена, для жителей ли это всё-таки прежде всего, или для работников вообще, как появилась эта идея и для чего вдруг понадобилось в «Сколково» размещать различные арт-объекты? Ну, поскольку «Сколково» — это город, им наград, для любого города нужна культурная программа, которая развивает городскую среду, делает её необыкновенной, уникальной. А поскольку «Сколково» — необыкновенный город, и населён он людьми, которые бесстрашно смотрят в будущее, и буквально создают это будущее, то, конечно же, хотелось создать такую среду, которая бы вдохновляла их на вот эти инновационные подвиги. Ко всему прочему, как мне кажется, художники и учёные, у них очень много общего, они вдохновляются окружающей жизнью и стремятся сделать её интереснее просто разными методами. Учёные с помощью формул, а художники с помощью творческих высказываний. Ну, скажите, удаётся как? Уже есть успехи. Учёные благодарят вас. Вы знаете, на самом деле «Сколково» — это открытый город, и можно сесть на городской автобус и приехать посмотреть. И у нас очень красиво, потому что, например, в «Сколково» есть парк с столетней историей, с огромными дубами, с аллеями, где в том числе он населён арт-объектами. Летом работает открытое кафе. Так что всё, что не касается непосредственно лабораторий или каких-то кабинетов, где, собственно, происходит опыт или научной разработки, или работают стартапы, везде могут появляться посетители. К тому же в «Сколково» происходит огромное количество открытых мероприятий. И открытые инновации осенью. Летом будет стартап «Виллэдж». Я также курирую ещё проект, который называется «Дни промышленного дизайна». В июне приглашаю всех. Поэтому, пожалуйста, приезжайте. Я же, насколько понимаю, там ещё и в курсе проводятся. Они действуют и по сей день для групп, коллектив, в каких-то, в общем-то, так же для семей. Можно заранее заказать экскурсию. И «Сколково» — это красивый город из точки зрения архитектурной, потому что со «Сколково» сотрудничают без преувеличения самые знаменитые и лучшие архитекторы мира. Это и герцог де Мюрон, которые спроектировали здание университета «Сколтех», который откроется в этом году. И Жан Пистер, который спроектировал самый крупный в Западной Европе технопарк. Он уже открыт, и его общественные пространства всегда рады и стартапам, и тем, кто интересуется новейшими технологиями и вообще этим миром. Правильно я понимаю, что вы оказались на посту руководителя направления «Калджинсайдс» именно с момента открытия этого направления, собственно, да, со дня основания? Ну да, мы вместе и инициировали его, потому что в 2014 году только-только город стал населяться людьми, и на повестке дня появилась задача создать эту культурную повестку, понять, как же должен развиваться и наград именно с этой точки зрения. И вот несколько направлений родились, вот паблик-арт, промышленный дизайн, а также и арт-эн-сайенс, это взаимодействие, взаимосвязь, искусство и науки. Вас забрали с Минзавода, насколько я понимаю, руководящего поста? Ну, не могу сказать, что меня забрали, но я с интересом и с вдохновением приняла предложение Осколково, поскольку фактически для меня это был стартап, а мне очень нравится начинать что-либо с нуля, и мне это приходилось делать не раз, поэтому... Ну и когда здесь действительно ты чувствуешь причастность к чему-то очень такому великому, грандиозному, не только в рамках нашей страны, но и мира, можно так сказать. Наверное, да, вас все легко поймут. Легко поймут. Ну, Леночка, расскажите нам, пожалуйста, тогда вот что, за эти три года, чем особо есть похвастаться, на что уже можно полюбоваться, прийти в Осколково, и, может быть, что-то можно проанонсировать, например, появление каких-то арт-объектов? Ну, я думаю, что, наверное, не совсем благодарная задача описывать что-то, когда можно приехать и посмотреть, но могу сказать, что мы на сегодняшний день единственный город в России, где на постоянной основе развивается вот такой скульптурный парк. Часть объектов, например, посвящена теме Малевича, потому что имя этого художника, этого первопроходства, оно для нас не чужое. У нас есть улица Малевича, на улице Малевича находится дом 1, например, это первое здание, которое было построено в Осколково, называется Гиперкуб, автор Борис Бернаскони, и он тоже фактически представляет из себя такой куб. И перед ним есть, рядом с входной группой, находится арт-объект, который называется Преклонение перед Малевичем. Есть шифр Малевича у нас даже, и каждый день сотрудники и стартапы ходят на работу в технопарк мимо первых фигур Казимира Малевича, из которых, между прочим, сами же и сотрудники складывают календарь, потому что он состоит из двигающихся деревянных пластинок, и это значит, что каждый может подойти к черному квадрату Малевича и превратить его в то, что он считает возможным и нужным. Лена, может быть, мне говорят, что у нас есть фотографии для эфира сейчас несколько штучек, может быть, тогда как раз по факту уже с вами будем рассказывать, и проще будет и нашим зрителям понимать, о чем речь, и тогда начнем прям их сразу запускать с первого файлика по несколько секунд, посмотрим, попросим. Вот, Ленечка, просим. Это очень быстро, мы не успеем. Это проект, вот только что я рассказывала про преклонение перед Малевичем, перед черным квадратом. Это несколько квадратов, материал дерева, и для того, чтобы пройти через эти квадраты, вам нужно преклонить голову. И, кстати говоря, между этим объектом и центральным входом есть пространство, и, в принципе, любой человек может обойти объект. Но я должна заметить, что всем очень нравится проходить, потому что это гораздо интереснее, начать свой день с чего-то необыкновенного. Вот, собственно, вид в профиль, это преклонение перед черным квадратом. А вот перед этим на зеленом фоне белые объекты мы видели. Это замечательный художник Марина Звягинцева, можно сказать, звезда паблик-арта. И я очень рада, что нам довелось с ней сотрудничать. Это не что иное, как скамейки. Вот некоторые из них вид сверху. И представляют они объекты, которые в ежедневном режиме исследователи встречают в своей работе. Какие-то формулы, например, квадратные, ковалентные связи. И на этих скамейках очень удобно сидеть, пить кофе во время перерыва или думать о чем-то. Заряжаться, конечно, я думаю, энергия очень правильная, научная. О нашем светлом, технологическом будущем. И тут есть соединение креативности и утилитарности, потому что это скамейки, мы можем ими пользоваться. Это тоже самые скамейки. Да, это тоже весь сверху, да. А с другой стороны, это самые необыкновенные скамейки, я думаю, в Москве. Может быть, в России. Ну, это правда, да. Давайте полистаем еще дальше, посмотрим, что у нас есть из фотографий, предложенных Малевичем. Это карандаши. Это, да, карандаши. Они стоят, расположены рядом с входной группой. Вы попросили мою фотографию также прислать. Рядом с входной группой университета Сколтех. И карандаши, они очень острые. Вот здесь, если можно остановиться. Карандаши, они очень острые, и как бы мы на острие науки и на острие технологий находимся. А это тот самый шифр Малевича, о котором я говорила. Первые фигуры Малевича. Треугольник, круг и квадрат. Они созданы из подвижных пластинок деревянных. С одной стороны черного цвета, а с другой стороны белого. И из них можно складывать различные фигуры, узоры и надписи. И понимать, в каком настроении сегодня сотрудники и работники. Абсолютно. Если черные, то, наверное, лучше не подходить. Да, могу заметить, что арт-объект появился в тот момент, когда технопарк еще не был достроен. И там были только рабочие. И разные слова появлялись, должно вам заметить. Как только поменялась аудитория, как только поменялись люди, сейчас на сегодняшний день, шифр Малевич, это не что иное, как календарь. Каждую полночь выходит человек и меняет дату на этом календаре. И мы можем идти и видеть, какое сегодня число. А если какое-то событие происходит, то можно выложить буквами, например, «Открытые инновации». Да, здесь вот еще пару фотографий, которые, может быть, попросил бы вас прокомментировать. Они как раз идут. Это вот логотип Днепром дизайна. Да, мы поговорим обязательно тоже, тем более, что вы нас пригласили. Да. Это же тоже вы использовали граффити. Да, это замечательный проект. Это здание, которое представляет собой техническое здание. Примерно высотой четыре этажа. И оно было вот такого желтоватого, довольно невзрачного цвета. И мы решили, что это хороший повод сделать граффити-проект на территории Сколково. У этого здания расписаны три стороны. И это всегда цитаты трех первопроходцев, каждый в своей области. Малевич, с одной стороны, к сожалению, здесь не видно, Маяковский, новатор в области литературы, и с другого торца Эйнштейн, соответственно, новатор в области науки. И я должна заметить, что вот эти слова, «Будущее не придет само, если не примем мер», стало таким неофициальным девизом. Потому что проезжая утром на автобусе, мне кажется, довольно легко вдохновиться такими фразами, как минимум задуматься об этом. Я точно знаю, что есть люди, работающие в Сколково, у которых это вдохновляет. Эти слова уже просто очень-очень важные, да? Елена, скажите, пожалуйста, у нас есть немножко времени до ухода на перерыв. Каким образом вы выбираете художников, с которыми сотрудничаете? По какому принципу это происходит? Или художники сами вас находят и предлагают свои объекты? Ну, у нас есть программа «Паблик арт», которая предполагает принципы отбора и принципы размещения. Как мы уже обсудили, Сколково — это город. И в этом городе есть зоны, которые так или иначе связаны с темой и профильной деятельностью. Например, есть зона, которая связана с технопарком. И там только стартапы. Есть Сколтех, университет. Здесь такая более молодежная история. У нас есть гимназия и детский актив парк рядом. Соответственно, другая тема. И мы будем подбирать объекты под эту аудиторию. Есть зона, где находится, например, Боинг или Сбербанк, здание Сбербанка. Или просто офисы сотрудников фонда Сколково. Есть парк, о котором я упоминала. И вот в зависимости от того, какой акцент деятельности присутствует в той или иной части Сколково, мы подбираем объекты. Ко всему прочему, как известно, есть несколько ключевых направлений работы Сколково. Это IT и робототехника. Это энерготех, ядертех. Это промышленность. Это агро. Поэтому так или иначе, искусство должно отражать деятельность тех людей, которые населяют на сегодняшний день Сколково. То есть получается, что художники получают от вас задание, некое, да, и уже предлагают свои варианты. Есть такая практика. Либо мы отправляем запросы художникам, либо кто-то из художников работает в этой теме изначально. Это является какой-то профильной тоже темой интересной. Например, тема Малевича, она многих вдохновляет. И мы готовы рассмотреть. Есть специальный комитет по развитию среды, который отсматривает заявки, и мы принимаем решение. Отлично. Друзья, программа продолжается. Напомню, на сегодня в гостях Елена Пантелеева, руководитель направления Culture and Science инновационного центра Сколково. Я хочу спросить у вас, что, Леночка, что касается арт-объектов, которые украшают инновационный центр Сколково, я так понимаю, что вся их установка, она ненадолго, то есть на какой-то определенный период времени, скорее всего. Или все-таки это то, что поставлено, то это будет на века уже находиться. Или, возможно, даже какие-то перемещения. Ну, не знаю насчет веков, но очень надеюсь, что это надолго. Что же касается перемещений, то, да, одна из части политики пабликарты делают легкие конструкции, потому что город развивается, город двигается, появляются новые улицы. И есть, возможно, ну, в частности, вот те лавочки, которые мы с вами видели, их можно перемещать. Это не очень тяжелые, не массивные конструкции, без фундамента. Также и шифры Малевича вполне можно перевести из одной части в другую, но пока он хорошо стоит около технопарка, всем очень нравится. И цветовую гамму тоже угадывает, потому что здание технопарка также черно-белое. Ну, и надо сказать, еще не все видели эти объекты, поэтому нам надо поскорее просто отправиться посмотреть. Уже после этого возможны переезды и арт-объекты. Сейчас улицы расчистят и приезжайте. Да, давайте поговорим с вами про еще ваше направление, которыми вы руководите. Вот, например, арт-сайенс Сколково. Что это такое? Это взаимодействие искусства и науки. И вот, как я уже говорила, мне кажется, деятельность ученых и художников, она двигается в каком-то одном вселенском направлении, и те, и другие стремятся сделать мир лучше. И у нас была возможность в этом убедиться, потому что мы делали круглые столы с участием и художников, и ученых, и выяснялось, что... Они говорят на одном языке. Как минимум. Как минимум. И у них даже есть цели одинаковые, во всяком случае, слава, понятие славы и для ученого, и для художника, это очень важная составляющая, инструмент для достижения тех благих целей, которые они перед собой ставят. У нас очень интересные лекционные циклы проходят, а также вот в ближайшее время, ну, относительно в ближайшее время, летом, в начале июня, будет Startup Village, такая визитная карточка Сколково, где собираются лучшие стартапы нашей страны, показывают свои достижения, и мы делаем специально Art and Science Day на отдельной сцене, где встречаются ученые, технологи, искусствоведы, художники, и говорят о разных точках зрения на био-арт, на агро, на взаимоотношения, технологии и творческих высказываний, они говорят об этике и о многих других вещах, которые, как минимум, расширяют горизонты и, как максимум, являются залогом нового, иногда удивительного сотрудничества физиков и лириков. Это история где-то подсмотренная или это вот исключительно такая инновация Сколково? Скрестить ученых и художников? Ну, мы, конечно же, мы не изобретаем велосипед, но нам очень важно, чтобы деятельность Сколково все-таки протекала в креативном русле, а художники, дизайнеры, они этот креатив, безусловно, добавляют. Что касается мастер-классов, вот где-то я смотрела ваше интервью или читала, вы говорили, что при появлении каждого нового арт-объекта на территории Сколково обязательно происходит некое выступление и рассказ, представление этого нового объекта самим творцом, то есть, понимаем, таким художником. Это тоже все продолжается? Да, конечно, и мне кажется, это очень важно, потому что это такой носит просветительский элемент, и всегда очень, мне кажется, важно, чтобы зрители пришли и имели возможность увидеть художника и задать ему лично вопрос, а что же он хотел сказать. И вот такие лекции, такие выступления мы активно практикуем, они открыты для всех, не только для тех, кто работает и живет в Сколково. Каждый может приехать и пообщаться с художником в контексте новых технологий, науки, искусства. Ну а что касается развития этого направления, например, арт-эндсайд Сколково, вы его каким видите? Вот дальше что? Ну я буду очень рада, когда просветительская часть перейдет к какую-то практическую, может быть, область, и инженеры, технологи, художники смогут создавать совместные проекты. И Сколково будет платформой, которая будет объединять эти технологические и художественные идеи. А значит появится новое большое здание, значит появятся рядом новые арт-объекты, ну и еще больше людей. В общем, наверное, будет появляться в Сколково. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. Елена Пантелеева в гостях, руководитель направления Culture and Science инновационного центра Сколково. Друзья, мы обещали до ухода на просмотр клипа поговорить с вами о днях промдизайнов Сколково, которые проводятся с какого года, Лена? В который раз? С 16-го. С 16-го. Получается уже в третий раз. Да, да, да. Почти юбилейный такой третий. А вы уже пригласили всех в июле месяце, если не ошибаюсь. В конце июня. Расскажите, пожалуйста, к чему нам готовиться, если мы отправимся вдруг. Да, пожалуйста, приезжайте, потому что это мероприятие, оно в том числе будет интересно очень широкому кругу зрителей, широкой аудитории. дата выбрана не случайно, она каждый год одна и та же, 29 июня, потому что 29 июня на планете Земля это международный день промышленного дизайна. И мы отмечаем его, кстати говоря, и с международными гостями тоже. Я очень надеюсь, что в этом году у нас будут и дизайнеры из Японии, из США, из Австрии. А все началось до 3 года назад с роботов, потому что я пришла в робототехнический центр и спросила, чем мы можем быть вам полезны, чем искусство может быть для вас полезно. Давайте сделаем арт-хакатон. Ребята сказали, арт-хакатон это чудесно, но давай сделаем дизайн-хакатон. Я говорю, зачем? Он говорит, наши роботы технологически потрясающие, очень инновационные, но внешне очень некрасивые. Боженький, ну жаль. Их не всегда возможно продать, не всегда возможно показать. И даже людям показать. И когда что-то некрасивое, уже не хочется узнавать, что там внутри. И мы сделали сначала один небольшой дизайн-хакатон, в котором приняли участие студенты ведущих вузов. То есть дизайн-хакатон, это получается внешний облик робота? В том числе. В том числе. Потому что промышленный дизайн это не только форма, это эргономика, это экологические моменты, это материалы инновационные, это все вместе в комплексе дает возможность продукту, который выпускает стартап, быть более востребованным и подчеркнуть прорывные идеи, те самые технологические, инновационные. И вот мы провели дизайн-хакатон с участием студентов ведущих вузов. Это был объемный конкурс, я так понимаю, да? Ну, это фактически, да, конкурс, открытый конкурс. Принять участие в нем мог любой студент, который является студентом промышленного вуза. И нашими партнерами была, например, Британская школа дизайна, Строгановка, школа дизайна, Высшая школа экономики. В общем, очень талантливые молодые ребята, которые подружились, собственно, с инженерами и в течение трех дней, будучи буквально запертыми в отдельном взятом пространстве, разрабатывали, ну, в этом суть соревнования, разрабатывали, обновляли, чертили, а потом защищали свои проекты. И этот небольшой конкурс вырос в большое мероприятие, в целый проект, который помогает стартапам и найти своих дизайнеров, а дизайнерам найти, собственно, своих заказчиков. И рассказывает о новейших тенденциях в области новых материалов, в области новых разработок, вот, например, в прошлом году нам повезло и ключевым гостем, звездой нашего мероприятия была Галина Балашова, легендарный советский дизайнер, которая разрабатывала интерьеры советских космических кораблей. И это тоже очень важно. Оказалось, что промышленный дизайн очень важен для направления агро, что для тракториста очень важно, где находятся кнопочки, как они выглядят, ему нужен кондиционер, и за все это в том числе отвечают промышленные дизайнеры. Агро — это сейчас очень популярное направление и очень востребованное. И мы пытаемся сделать это мероприятие также и внешне очень красивым, поэтому, например, для оформления сцены приглашаем современных художников, которые, используя какие-то уникальные материалы, создают фактически арт-инсталляции, для того, чтобы весь проект был таким ладным, комплексным и полезным. Мне бы очень хотелось, чтобы это была не просто конференция, чтобы по результатам этих трехдневных встреч, мастер-классов, школы клиентов, хакатона сотрудничество продолжалось. И идеи не витали по-прежнему в воздухе, а превращались во что-то конкретное, что было бы полезно в целом движению и промышленного дизайна, и инновациям. Лена, учитывая, что есть еще время, все-таки до конца июня немножко, правильно я понимаю, что, в общем-то, заявки какие-то принимаются, еще желающие могут оказаться на этой площадке? Или исключительно с вашей стороны поступают приглашения? Да, безусловно. Что касается хакатона, то все условия сотрудничества в рамках этого проекта будут объявлены, выявлены на сайте. В скором времени мы сделаем страницу регистрации для всех, потому что посещение этого мероприятия бесплатно и открыто, и все мы будем очень рады. Лучшее в стране Друзья, это программа «Лучшее в стране» у нас еще 4 минутки, мы общаемся сегодня с Еленой Пантелеевой, очень много узнали интересного и об искусстве, и о соединении искусства и мира науки. В общем, мы узнали о направлении «Culture and Science» инновационного центра «Сколково». Этим направлением Елена руководит уже несколько лет, успешно, есть чем гордиться, очень много проектов и планов впереди, но я хочу спросить сейчас вот о чем. Леночка, глядя на вашу биографию, окончили факультет филологии, и вдруг потом «Русский язык литературы». И жизнь потом стала связана исключительно со современным искусством, потому что пошла работа с журналистом, да, и программа о современном искусстве, первая в FM-диапазоне, как утверждает интернет, ну и так далее. Дальше Лофисель, дальше Винзавод, собственно, тоже площадка абсолютно для современного искусства. Как так сложилось? Просто интересно, как вас занесло именно в современное искусство, почему возникла эта любовь? Ну, собственно, факультет филологии скорее помог мне в моей журналистской карьере, потому что дал мне возможность писать грамотно, красиво, интересно. А что касается темы, то да, она меня всегда интересовала. Я в свое время закончила художественную школу, и мне попало в круг художников. И это было легендарное время, начало 90-х, когда в Москве только зарождалась арт-сцена, и мне довелось познакомиться со всеми галеристами, с которыми я потом встретилась на Винзаводе, и 18 лет я бегала с микрофоном, брала интервью у них, делала программы на радио, затем была журнальная карьера, и на Винзаводе, ну, можно сказать, круг замкнулся, и для меня было честью работать с теми самыми галеристами, чьи деятельности я наблюдала на протяжении всех этих лет с точки зрения журналиста. Но также я арт-менеджер, мне нравится организовывать мероприятия, мне нравится выстраивать стратегии, собирать команды, увлекать, придумывать новые проекты, и, собственно, вся моя деятельность, она показывает, что я очень часто что-то начинала с нуля, затаив дыхание и, собственно, разглядывая в этом будущем те очертания мечты, которую я сама себе придумала. Что касается современного искусства, на ваш взгляд, на сегодняшний день оно больше позитивно, но, скажем так, вам оно нравится в общем? Ну, современное искусство это не пряник, чтобы нравиться, совершенно точно, но я могу сказать однозначно, что деятельность современных художников это то, что меня всегда удивляет, это то, что заставляет задуматься, и вообще мне искренне кажется, что именно художники и ученые вертят земной шар и заставляют вообще жизнь эту двигаться в прогрессивном направлении, и я очень рада, если деятельность, которую я занимаюсь, она, может быть, вдохновит людей чаще ходить на выставки, чаще читать книги об искусстве, и быть более любопытными вообще к жизни, потому что, мне кажется, это очень важно, это развивает, это заставляет глаза блестеть и делать мир лучше. Лена, спасибо вам большое за наш эфир, за нашу встречу и за вашу работу, искренне желаем вам успеха, процветания, пусть еще больше появляется интересных проектов, конечно, да, наша задача с вами в чем-то схожа по поводу просвещения и обращению людей больше к искусству в том числе, поэтому всегда вам очень-очень рады. Друзья, ну а нам с вами, дорогие слушатели, зрители, любимые наши, ну что, надо выбрать время и обязательно съездить с Колково, если вдруг еще там не были. Даже если были, нужно еще отправляться, потому что что-то новое происходит, происходит ежедневно. Ленечка, спасибо еще раз большое. Финал программы «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна-ФМ». Оставайтесь, пожалуйста, с нами, ну а программа в эфир вернется уже завтра. Счастливо, пока. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова